Здравствуйте мои золотые! Кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь, записывайтесь на личную консультацию, потому что только на личной консультации вы сможете получить все свои ответы на вопросы и уйти с решенной ситуации, если она наболевшая. Сегодня мы будем обязательно смотреть расклад на тему, о которой мы сегодня поговорим. А тема будет такая, как понять, что мужчина вас разлюбил. Сейчас мужчины очень обесценили слова любви. И они кидаются ими буквально с первой какой-то встречи, я подозреваю, для того, чтобы в женщину не вкладываться. На самом деле мужчины социальны. Они не просто социальны, а они чем больше вас вложили, тем вы им дороже. То есть когда женщина роскошь, она не каждому по карману, ее хочется холить, лелеять, оберегать. То есть если вы, например, подобрали котенка бесплатно на улице, ну вы не задумываетесь о том, как он дорого вам обошелся, да, и просто как бы растет котенок и растет котенок. Если вы этого котенка купили за очень дорогие деньги, то вы будете этого котенка холить или лелеять, потому что вы туда вложили деньги. Так же и в женщину. Поэтому женщина должна вот эти вот слова любви обязательно проверять тем, как мужчина готов вкладываться. Это не значит, что надо трясти с него деньги ежесекундно, ежеминутно, да, и может быть там устраивать какие-то тоже ему хорошие приятные сюрпризы, типа массажа, там, да, с маслами, с музыкой, с какой-то романтикой, там, делать ему какие-то приятные вещи, там. Ну то есть как бы должен быть определенный взаимообмен. Очень часто женщины не вкладываются эмоционально в отношения, они все время чего-то от мужчины ждут. На самом деле, по моему опыту, женщина поначалу должна эмоционально вкладываться. Это не переписка, ни в коем случае. Она должна вкладываться эмоционально, знаете, она должна показать, какая она есть на самом деле, если ее холить и любить. Ну то есть такой театр одного актера. Мужчина влюбляется в такую женщину, она чувственная, эмоциональная, она прибедливая, она заботливая. И если в этот период мужчина ничего не начинает делать, вы этот театр одного актера сворачиваете, перестаете давать энергетику и становитесь такая, как со всеми. И вот тогда начинает подключаться мужчина и начинает активно вас завоевывать. Если вы еще такой способ не пробовали, попробуйте, он действенно работает. А теперь мы поговорим о том, вот эти вот причины, по которым можно понять, что мужчина вас разлюбил. На самом деле, если существует любовь настоящая, то она на всю оставшуюся жизнь. Если разлюбил, вот этот идет разговор, то это не было любви, была просто какая-то влюбленность, которую мы все время путаем. Хотя мужчина или влюбляется с первой секунды, или не влюбляется уже никогда. То есть его, например, привязать временем, детьми, общим бытом практически нереально. Он будет с вами сосуществовать и искать вот ту самую любовь, как бы, да, хотеть испытать эти чувства. Потому что все-таки создатель, который нас всех создал, там такая вселенская любовь, если кто-то улетал, ну, хотя бы там, кто-то в коме лежал, да, или у кого-то там были такие моменты, что он был при смерти. Вот эту вот вселенскую любовь они почувствовали обязательно. Я не знаю, как ее вам передать, но, наверное, как огромный фейерверк на параде побед, да. То есть вот ощущение такого какого-то прям вот праздника вот этого внутреннего, что он реально любит. И мы вот в этом мире ищем эту любовь. Ищем и мужчины, и женщины, и каждый хочет выйти замуж там или жениться по любви, даже не подозревая, что это такое, как бы, ну, и, видимо, есть память, которая нас заставляет искать эту любовь. Так вот, мужчина, который разлюбил, тут вопрос такой, если мужчина вам говорит о любви слишком быстро, не зная, как другие женщины, но я, например, воспринимаю это как команду, что я уже могу манипулировать. То есть если мужчина начинает мне говорить о любви, я делаю себе голове галочку, мне такой подпунктик, да, который говорит о том, что все, я добилась того, чего хотела, теперь я буду делать все, чтобы он вкладывался в меня, да. Я не знаю, как это делаете вы, но для меня слова любви это не позыв к тому, чтобы я стирала, готовила, убирала и плясала там ламбады. Ну, нет, то есть я уже четко понимаю, что я свою какую-то цель выполнила, мне, может быть, станет вообще неинтересно, я могу развернуться и уйти, а могу, как бы, да, поманипулировать, попользоваться мужчиной, потому что, ну, он сам раскидывается этими словами, его за язык никто не тянул. Так вот, признаки пришли мы к выводу, да, к тому, что как определить признаку? Ну, во-первых, вот этот пустой взгляд мужчины, да, вот знаете, он все время такой, вот если мы сейчас имеем, как бы, кучу гаджетов, периодически фотографируете его взгляд, вы увидите вот этот вот взгляд, он такой, как бы, знаете, он вроде как с вами и не с вами, он улыбается и как-то через силу, да, то есть он, как бы, не хочет вас обидеть, но уже ничего не чувствует вот к вам. Мужчина начинает задерживаться домой, то есть не торопиться, да, мужчина старается почаще проводить время с друзьями, мужчина не уделяет вам столько внимания, сколько раньше, мужчина не пытается делать каких-то сюрпризов, он не старается делать какие-то дорогие подарки, он не зовет вас вместе куда-то на отдых, вот. Вот, он старается, знаете, реже ходить на свидания, придумывая причины, он уже не проявляет такую сексуальную прыть в отношениях, да, он не пытается тактильно к вам притрагиваться, ну, то есть, как бы, мужчины, когда влюбляются, они все время прокалываются, если они влюбляются на стороне, они всегда прокалываются именно по причине того, что он, как бы, отстраняется, да, то есть он мысленно не хочет изменять той женщине, с которой он, например, встречается, да. То есть, женщина, она умеет как-то вот хитрить, мудрить, она умеет там подстраиваться, она умеет на два фронта работать так, что муж не узнает никогда, мужчины не умеют. Я не знаю, почему так в сериалах показывают фильмы, что она там жила с ним 30 лет и 3 года, и в результате узнала, что у него там ребенок на стороне. Женщина это чувствует, она это видит, это холодность, она, знаете, она проявляется во всем, в раздражительности, он начинает придираться, он начинает оскорблять, он вас обязательно будет унижать в вашей внешности, то есть он, как бы, сам ковыряется, почему он вас не любит, да, то есть он, как бы, себе оправдание, своему поведению находит. И вот здесь вот не надо пытаться полисать ему ломбаду, не надо за ним бегать и не надо пытаться что-то изменить. Знаете, что в этой ситуации необходимо срочно сделать? Ну, я не говорю вот эти банальные вещи, которые говорят все, что там надо ходить в спортзал, худеть там, преображаться, меняться. Если вы, конечно, за собой не смотрели весь этот период времени, то, конечно, это делать необходимо, но это не спасет, я могу вам точно сказать. Спасет в отношениях то, что вы можете завести себе интрижку на стороне и вести себя приблизительно так же, но только не раздражаться, психовать и злиться, быть такой загадочной, чтобы у вас блестели глаза, чтобы вы были, знаете, такая вся романтическая. Он обязательно почувствует эту перемену, и в чем самый прикол, что мужчина, даже если он якобы разлюбил, он начинает цепляться, потому что он собственник. Когда его женщина уходит от него, ему это не нравится, да, еще круче бросить мужчину первой, бросить мужчину первой в такой ситуации. Не спасать отношения, а просто бросить, то есть сказать, все окей, я вижу, ты меня не любишь, я ухожу, у меня новый партнер. И вы посмотрите, как этот мужчина изменится и начнется активизироваться. Но я здесь не имею в виду деградировавшихся мужчин, это там алкоголиков или наркоманов, у которых там, да, не все хорошо с головой. Я говорю про тех мужчин, с которыми действительно там строим отношения для брака и семьи. Ну, это как бы предисловие, а самое главное то, что мы ждем. Давайте посмотрим, на самом деле тут разлюбил ли ваш мужчина, вообще это ваша тема или не ваша тема, да, и что вам, может быть, в этой ситуации делать. Итак, его чувства к вам. Давайте посмотрим. Итак, его чувства к вам. Ну, на самом деле у него такие тайные глубокие чувства по отношению к вам. Он вас держит в такой, знаете, тайне, вот такая прям таинственная, вот такая музыка для него, вот такая интересная, привлекательная, очень ресурсная, вкусная. Он видит ваши все достоинства, он ценит вас, да, просто у него не получается вас заполучить, и может быть, какой-то холодок сейчас в ваших отношениях происходит, или вы выросли в этих отношениях и хотите что-то изменить, поэтому вы ведете себя по-другому. Он все время о вас красиво вспоминает, то есть вы в его глазах красивая, привлекательная, очаровательная, милая. Он не видит ваших недостатков от слова никак. Так, его чувства к вам, насколько они глубокие, смотрите, он может даже думать, что у вас есть кто-то другой появился, но здесь нету такого, что он думает, что вы какая-то женщина легкого поведения. Здесь, знаете, он считает, что вы его судьба, вы его судьба, и нужно подождать, нужно посмотреть, нужно понаблюдать, нужно дать вам отдохнуть. Он, знаете, забрал свою энергетику от вас, чтобы вы разобрались в своих чувствах. То есть тут у нас немножечко такая ситуация получается, что он как бы вас не разлюбил, а он наоборот любит вас, а у вас есть определенный выбор по его мнению. И вот он как бы своей головой пытается понять, в чем причина, потому что было так все замечательно и хорошо, и почему вы вдруг его разлюбили. Что у него в намерениях по отношению к вам развивать эти отношения. А еще поскучать, поскучать, дать вам поскучать. И еще я бы так сказала, он пытается вас немножко наказать своим молчанием, чтобы вы поскучали, переоценили, подумали, что он такой замечательный, классный, чтобы вы, может быть, потеряв немножечко что-то, начали о чем-то думать. А так вообще в намерениях семья, брак, он будет действовать. То есть здесь такая ситуация, когда человек осознает, что вы его вторая половинка. Так, смотрите, какой он вас видит на данном этапе. Думающий, размышляющий, решающий, может быть, что-то читающий, может быть, чем-то занятый, да. То есть вы можете чем-то интересоваться, чем-то заниматься, чем-то увлекаться совершенно не им. Какой он вас хочет видеть на самом деле, конфликтный, скандальный, эмоциональный, небезразличный, дающий ему вот эти вот эмоции, которые он получал. То есть он хочет эмоции получать. Он хочет, чтобы вы приревновали, закатили скандал, хлопнули дверью, там, не знаю, мониторили его страницы. Ну, то есть он хочет увидеть, что он вам небезразличен. Почему такая ситуация произошла у вас на данном этапе, да? Ну, во-первых, вы красотка, вы привлекательный, интересный, вы любите себя любимым. Вам хочется ласки любви, вам хочется заботы внимания. Вы хотите, чтобы мужчина уже на что-то решился и куда-то двинулся. Здесь есть определенный такой шанс огромный в этих отношениях на то, чтобы вы здесь помирились, что-то изменилось. Вы уже корнями друг друга поросли. У вас могут быть длительные отношения. У кого-то могут быть, конечно, и дети в отношениях, да? И здесь вы в его глазах, ну, прям привлекательная красотка. Здесь, смотрите, здесь человек, который не брал ответственность, сидел, скулил, ныл, занимался какой-то перепиской. И, смотрите, здесь каждый хочет получить свой урожай. То есть он хочет, чтобы вы что-то для него делали, да, эмоционировали. Вы хотите от него там получить деньги, подарки, там, не знаю, заводы, пароходы. Поэтому пока как бы отношения вот они застряли, зависли на каком-то определенном этапе. Как вам вести себя в такой ситуации, если вы что-то хотите наладить, отношения? Ну, преподать ему урок. Преподать ему урок, что любовь – это не вздохи на скамейке, да? А что еще нужно вкладываться. То есть так, как мы говорили о том, что мужчины социальные, и чтобы он цеплялся до отношения, берег эти отношения, охранил, приумножал, он тут должен вложиться, да? Будет ли он вкладываться в эти отношения финансово? Ну, смотрите, здесь очень много разговоров, обещаний, как бы обещаний в будущем, да? То есть какие-то иллюзии, фантазии. Здесь, смотрите, здесь, во-первых, очень сила ваша, большая над ним, да? Вы его берете тем сейчас и манипулируете своим холодным, с холодностью своим, своим игнором определенным, непониманием его. Вы его не хотите понимать вообще от слова никак. То есть уже это время понимания и терпения, оно закончилось, потому что отношения мужчины и женщины заканчиваются, когда заканчивается женское терпение, никак не мужское, да? То есть это женщина, кладезь терпения, и ей надо памятник при жизни поставить, как она вообще терпит вот этих вот мужчин, вот этих существа. Вот, поэтому у вас сейчас такой, как бы, холодный период в отношениях. Он находится в гордом одиночестве, но он из этого одиночества скоро вылезет. Хотя он император, такой самодур, которого переделывать, может только могилу исправить, да? То есть он, если будет с вами в браке, он вам сто раз это все припомнит, то, что вообще вы ему сделали плохого, и попытается побольнее укусить и прочувствовать. Он об этом думает, что надо бы вас заполучить в жены, а потом взмываться всю жизнь. То есть один из, да, из абьюзеров здесь попадается, ну или психопаты, даже не знаешь, как их делить на самом деле. Он сейчас взвешивается за и против, думает, анализирует в своей голове какую-то, и видит, какая вы холодная, снежная королева, как вы вообще из королевы кубков перешли в такую холодную, стерозную женщину. То есть он вас недооценил, но он вас оценил, что вы еще красивее, когда вы становитесь безхолодной, язвительной, что вы держите такую дистанцию, что вы такая, знаете, интересная, недосягаемая, вас еще хочется больше завоевывать. То есть у него как бы проснулся вообще такой интерес, да, как бы вас так заполучить, еще вернуть вот эту мягкость, комфортность, как бы вот эту любовь по-новой разбудить. То есть вы его заставили думать в этой ситуации. Так, смотрите, перспективы в отношениях, каковы они здесь будут вообще, если, ну, он находится в выборе, в выборе, как действовать. И он сейчас хочет взять вас из зеркалей. То есть вы королеву мечей держите энергетическую стену игнор. И он, как вы знаете, король мечей, который тоже пытается держать игнор. То есть он сейчас у вас зеркальт. Вообще не обращайте на это внимания, потому что мужчины интересные, у них такая психология, как я говорю, что в эту голову мужскую вложишь, что и будет, да. То есть если, допустим, ему вкладывать в голову, что вы там молодая, привлекательная, у вас красивые нокоточки, локоточки там, да, то есть вы с каждым днем все моложе и красивее, он будет верить в это. Если вы будете ему говорить, ой, я поправилась там на 2 килограмма, и мне нужно перестать там есть, он уже будет представлять, что вы там просто вот такая огромная тетка-начальник. Поэтому думайте, что говорите, никогда не говорите, ой, я старею, ой, я там сидею, ой, я там толстею, там. Ну, то есть этого делать нельзя, потому что у него в подкорке это откладывается, и вы потом это сами получите. Поэтому он выбирает сейчас тактику вашу. Вашу, смотрите. Уже где-то после Нового года, после Нового года у него проснется такой собственнический инстинкт, да, как бы заполучить вам обратно, об вас обратно. Вы солнышко, яркое, привлекательное, харизматичное, творческое, такая, знаете, дающая много тепла. Но вы можете как дать тепло, так и сжечь, да, или просто заморозить. Он будет активно, активно просто вас завоевывать, потому что вы для него, ну, прямо эталон красоты, молодости, привлекательности, сексуальности. Вы такая женщина его мечты. То есть вы императрица, которая сама себя сделала, ресурсная, независимая, и которая вот не нуждается в нем. Ну, вот как так? Все его хотят, а вы не хотите. Так, будто он тут какие-то иллюзии строить по поводу вас. Как вас проучить? То есть не ведитесь на эти манипуляции, на его вот эти какие-то, знаете, такие штучки, где он будет пытаться вас вывести на любовь, на эмоции, да. Это может быть связано с тем, что он попытается сыграть на ревности, но нет, нет. Это здесь, знаете, здесь будет такой момент. Здесь, если ваш человек сейчас находится в браке, то у него будут разрушения брака. То есть он может развестись с женой и действовать в вашу сторону. Если у него какие-то есть серьезные отношения, ну, например, гражданский брак или что-либо такое, потому что вы как-то в тайных женщинах находитесь, опять же, он будет все разрушать и будет действовать. Если вы находитесь в браке, то он будет разрушать вашу семью и будет активно проявляться, потому что ему не хотелось бы вас потерять. Активно действовать он будет именно действиями. То есть он здесь уже будет атаковать правильно, как вот мужчине положено при его, там, знаете, рождении, как у него заложена программа, что он должен завоевывать и добиваться. Сначала он будет активно вас закидывать перепиской своей любовной, да, и это он будет делать очень долго, терпеливо, несколько месяцев. А вот потом он будет пытаться сидеть в ограничениях. То есть он сначала попытается раскачивать вот эти вот эмоциональные качели, пытаясь вас подсадить на себя, да, то есть на свои какие-то эмоции, чтобы взять вас под тотальный контроль, и вы как бы тут никуда не делись. Но потерпит сумасшедший крах. То есть его вот все воползновения не сработают от слова никак, по причине того, что вы или очень умны, или он вам уже просто надоел, и вы не обращаете на него внимания, да, и как бы его потуги, они как бы не увенчаются здесь успехом. Вы ничего не будете делать его сторону. То есть здесь такая ситуация, что вы будете это воспринимать как новые манипуляции, вы это уже проходили, да, его слова любви на вас вообще тут действовать не будут. Здесь такой момент, что вы будете видеть, знаете, вот такого капризного ребенка, который пытается вас вернуть, а вы будете манипулировать с помощью действий бездействия. То есть вы будете спокойны, уравновешены, вас это немножечко будет смешить, он тут будет ползать уже так конкретно на коленях, и будет активно проявляться эмоционально. Я бы сказала, он начнет подумывать о том, что надо дарить подарки, деньги, я не знаю, там, закидывать вас роскошью какой-то определенной, да, в зависимости от его каких-то мыслей. Здесь будет очень много, знаете, сомнений, а нужен ли этот мальчик вам для брака. Ну, то есть может быть с ним просто развлекаться, ничего не строить. То есть вот что-то вот у вас сломалось внутри, да, и вы сомневаетесь, что сможете ли вы его терпеть, а будет ли он хорошим мужем, а насколько, допустим, его хватит. А если он, допустим, вот весь период времени, общаясь с вами еще параллельно там с кем-то переписывался, а где гарантия, что он вас добьется и не начнет там завоевывать новые горизонты. То есть у вас доверия нет уже к этому мужчине. Кстати, справедливо, он здесь, знаете, он здесь будет, здесь вы будете его сама привлекать именно тем, что вы будете безумно преображаться внешне. То есть вы как бы с каждым годом молодее-молодее. Знаете, такие пары, я знаю, когда вот мужчины младше женщин, они все время пытаются встречаться с женщиной, которая старше. И когда я, например, ездила в Москву на электричке, да, все время мы разговаривали на какие-то темы, я как-то у ребят спрашивала, с какими женщинами интереснее строить отношения, и ребята 20-летние сказали, конечно, со старше, то есть интереснее в плане общения, в плане поведения и так далее, да. Но когда он начинает встречаться, он понимает, что он такую женщину ресурсную долго не удержит, что он делает? Он начинает ее принижать в плане, ты старая, да кому ты нужна. Вы замечали, да? Вот девочки, которые сядут на сайте знакомств, они там вот эти фразы, ты старая, слышат прямо регулярно. Поэтому не обращайте внимания, это от неуверенности в себе. То есть это такие абьюзеры, которые не уверены, что вас удержат, поэтому они вас пытаются унизить. Это есть такая фишка у мужчин, что кому ты нужна. Вот я тебя тут облагословил, да, осчастливил, что я с тобой, со своим железным этим волшебным, со своим как бы членом, да, а ты там как бы еще что-то там говоришь такое. Здесь человек будет очень эмоционировать, переживать на тему вашу, да, но человек так любит побеждать. То есть, знаете, это как спортсмены. В спорте не бывает двух победителей, ему захочется победить. И он будет и рыдать, и закатывать истерики, пытаться как-то манипулировать и плакать. Здесь такая страсть у вас будет бурная в отношениях. Он будет проявлять какие-то интриги своеобразные. Но все эти вот интриги, они как-то не увенчаются успехом, потому что, ну, слабенький он. Слабенький в плане, вы сильнее по характеру, да, то есть вы сильнее, вы опытнее, вы мудрее, вы так будете наблюдать за ним, как, знаете, как непонятно вообще, что он там пытается сделать. Но вы его вырастите, то есть он станет таким королем Пентакли, то есть вы уже его доломаете так своим безразличием, что он будет готов здесь, ну, не знаю, кому-то машину подарить, кому-то квартиру. Здесь очень много будет ссор, перепалок, конфликтов. Он будет тащить эмоции, знаете, как энергетический вампир. Атаковать он будет у вас страшно. То есть вам надо или блокировать его везде, в социальных сетях, ну, или вы от него тут не отмашетесь ничем. Выбор здесь будет определенный. Ну, вот ваша задача здесь дистанцировать, сидеть в танке за драйным люком, чтобы только не раздражаться, в его сторону не делать попыток, не протягивать ему руку помощи. Вот здесь он в упор не будет больше развлекаться. Не с другими на стороне, потому что он теряет вас, он это чувствует. Он здесь уже не будет развлекаться, смеяться там или что-то такое делать надо вами, потому что он будет понимать, что он действительно вас любит. И смотрите, вот как ни странно, вы медленно идете по своей судьбе. То есть вы друг другу судьба. Но через такой удар, да, то есть он на каком-то этапе хотел как бы вас в себя влюбить, поразвлекаться, а потом разбить вам сердце. А здесь так интересно, судьба стоит на вашей стороне, не на его. Поэтому удар он получит здесь самостоятельно. Вы даже можете на какой-то период из этих отношений вообще выскочить. Здесь будет очень тяжело. Он пройдет такую тяжелейшую трансформацию в этих отношениях, что он здесь, знаете, уже прямо на последнем издыхании будет. И выбор будет в сторону вас. Выбор будет в сторону вас и в сторону еще, знаете, каких-то иллюзий, фантазий, мечты, планов. То есть у него очень много будет связано с вами. То есть отступиться он не отступится. Поэтому здесь как бы вот быстрее всего разлюбите вы или разлюбили вы, да, или вы уже просто не доверяете. А мужчина наоборот. Он только сейчас вот начнет осознавать, да, и как бы начнет вкладываться и уже потерять ему совсем не захочется. Продолжение следует...